Всем привет! Вы на канале есть вопрос. И сегодня у меня для вас отличная новость, потому что у нас сегодня будет не одна игра, а целых три. Все эти три игры будет объединять то, что это будут игры с точками. А все остальные подробности я расскажу в процессе изготовления игр. Итак, что еще объединяет эти три игры? Это то, что нам, как всегда, для этого понадобится практически ничего. А именно, листик бумаги и маркеры. Для первой игры это все, что нам необходимо. Сейчас передо мной белый лист бумаги, потому что я решила, что сегодня мы будем создавать эту игру вместе с вами. Я прямо в кадре покажу, как это легко и просто делается. Итак, мы сейчас с вами будем создавать для ребенка игровое поле. на котором будет, собственно, происходить все действо. Для этого нам понадобится маркер четырех разных цветов и один маркер черного цвета. Сейчас я наношу изображение. Вверху у нас будут изображены точки вот таких вот цветов, которые мы выбрали для игры. Сначала мы наносим точки в самом верху листочек, чтобы ребенку были понятны правила игры этой. Когда мы нанесли точки, мы ставим ребенку определенную задачу. То есть, каждая точка у нас будет графически каким-то образом выделена. Например, коричневый цвет мы выделяем треугольником, синий цвет мы подчеркиваем, оранжевый цвет, допустим, вот такой вот помещаем квадрат, а зеленый вот таким вот образом зачеркиваем. Это будут правила для нашего ребенка. Что мы делаем дальше? Дальше вообще очень простая задача. Мы в хаотичном порядке наносим на этот листок и вот эти вот круги, да? То есть, прям вот куда там вам рука упала, туда и рисуем. Весь лист должен был быть покрыт вот такого рода кружочками. Вот такое игровое поле у нас с вами получилось. Его сделать очень легко и просто. И именно таким образом, именно в таком виде мы его даем для работы ребенку. Ребенку цветные марки не понадобятся. Ему нужно будет только черный фломастер. Что мы говорим ребенку? Перед тобой на поле нарисовано много разных разноцветных кружочков. Тебе каждый из них нужно поймать. Каким образом ты будешь их ловить? Нарисовано вверху листочка, да? То есть, коричневые кружочки мы ловим в треугольник, синие мы подчеркиваем, оранжевые мы ловим в квадрат, и зеленые мы зачеркиваем. Вот. И ребенок начинает работу, да? То есть, вот у нас коричневые. Он может изначально все коричневые поймать в треугольник, может, например, сразу действовать вот таким образом. Здесь это уже его желание, да? Он может, как бы, руководствоваться какими-то своими определенными правилами, да? Здесь мы это не задаем как задачу. То есть, ребенок просто должен все кружочки, которые расположены на листке, поймать вот таким вот определенным образом, да? Что происходит в то время, когда ребенок этим занимается? Во-первых, развивается координация глаз-рука, да? То есть, мы как бы смотрим, визуально оцениваем цвет, и при этом уже включается мышление. То есть, что мы должны сделать с кружочком данного цвета, да? То есть, соответственно, еще развивается мышление. Плюс мы в этой игре улучшаем скорость восприятия визуальной информации, да? Скорость, качество. Мы развиваем внимательность, поскольку ребенок здесь должен быть внимательным, чтобы не допустить ошибку. То есть, эта игра на самом деле очень полезная, при этом она еще и увлекательная, да? То есть, ребенку интересно заниматься такими вещами. Особенно, если вы вдруг додумаете, как-то каким-то образом, да, эту игру, да, усовершенствуете. Например, это будут не просто кружочки, а какие-нибудь там изображения лиц каких-то, да, персонажей, возможно, если вам хочется немножко усложнить или как-то более интересным, да, сделать. И игровые правила, как бы, что нужно поймать. Допустим, если мы нарисуем место этих кружочков, но сделаем их такими же цветными, именно сделаем, например, мордочки разбойников, если у вас вдруг очень хорошие художественные способности, да, и вы можете в таком количестве нарисовать разных персонажей, то будет еще интереснее. Вот такая вот игра, одна из трех. Перейдем к следующей. Итак, переходим ко второй игре, которую я для вас сегодня подготовила. Для этой игры нам понадобится, опять же, листок бумаги. Я на него уже нанесла изображение. В данном случае это вот такой набор черных точек. Для этого нам, мне понадобился маркер черный, да, и для самой игры понадобится кубик. Вот такой вот кубик, да, игральный. И мне еще понадобится цветной маркер, но поскольку я одна, да, если вы захотите играть в эту игру вдвоем, веселее играть в эту игру вдвоем, возможно, даже втроем, четвером, тогда, соответственно, у каждого должен быть маркер своего цвета. В моем случае пары у меня нет, поэтому я просто обозначу правила игры и в чем ее смысл. Смысл этой игры в том, что вот эти все точки на поле нам нужно поймать, нам нужно собрать. А каким образом мы это делаем? Мы это делаем с помощью кубика. То есть я бросаю кубик, у меня выпадает 6, да, и я должна посчитать вот эти 6 точек, обвести их своим цветом маркера. Следующий человек, который бы ходил, да, он бы кидал так же, у него вот не повезло, у него была бы только одна точка, он бы обвел, допустим, вот, ну, я обведу, да, вот, допустим, другим цветом маркера эту одну точку. И сама игра заключается в том, ну, смысл, да, кто побеждает в этой игре, побеждает тот, кто поймает большее количество точек. Тут можно как бы договориться, да, заранее на берегу, каким образом вы заканчиваете игру. Возможно, там, вы заканчиваете, когда уже остается минимальное количество точек в разных местах, то есть там нужно будет кидать кубик много-много раз, чтобы выпало один, да, либо вы останавливаетесь и идете до конца, когда все поле закрыто. Тут вы договариваетесь сами, но по большому счету смысл игры в том, чтобы кидать кубик и обводить то количество точек, которое выпадает на кубики. Именно это, в этом есть польза, да, для ребенка. То есть помимо развлекательной части в этой игре есть также и развивающая часть, которая как раз связана с цифрами и с изображениями, нанесенными на кубик и с тем, как ребенок будет справляться с этим заданием. То есть он считает количество точек на кубике, соотносит с изображением на листочке, обводит нужное количество, правильное количество точек. Соответственно, что он этим развивает? Он, конечно же, развивает внимательность, математические, да, какие-то способности. И в целом, опять же, тут никуда без стратегического мышления. То есть ребенок в любой настольной игре, особенно если она содержит соревновательную часть, он все равно будет подключать это мышление, чтобы победить. Сегодня мне для этой игры нужна будет помощница. И на эту роль любезно согласилась Соня, которая у нас, кстати, ведет наш телеграм-канал. Так что, если вдруг кто-то захочет поблагодарить отдельно Соню в комментариях к этому видео, вы можете на нее не только посмотреть, но и написать ей большое спасибо за то, что она так активна и интересно ведет наш телеграм-канал. А сейчас перейдем к игре. Игра называется «Точки и квадраты». Перед нами поле игровое, на нем нанесены точки в таком порядке, чтобы можно было из них создавать квадраты. Для игры можно использовать различного цвета маркеры. У нас они главные, чтобы не совпадали по цвету. У нас это синий и оранжевый цвет. У каждого игрока свой цвет. В этом смысл. И игроки наносят по очереди на игровое поле вот такие линии. Изначально, Соня сейчас нарисует свою, просто начинается игра с того, что игроки рисуют линии. Смысл в том, что когда игрок видит, что на игровом поле образовалось место для квадрата и не хватает одной линии, он закрывает квадрат, закрашивает его своим цветом и под своим именем, мы сейчас напишем, вот я, например, написала уже, сейчас Соня напишет, рисует вот такую черточку. То есть он засчитывает все квадраты. И следующий ход тоже его. Вроде бы все правила сказала. Сейчас мы будем играть. В конце посмотрим, что из этого выйдет. Давай еще с мой ход, да? Ну, вот таким образом мы с Соней весело провели время и интересно. При этом что в этой игре еще тренируется, да? Тренируется у ребенка внимательность, у ребенка тренируется стратегическое мышление, если вы заметили, да? Изначально было важно как можно дальше оттянуть вот этот вот момент, когда образуются квадраты для соперника. То есть как бы для себя, конечно же, это хорошо, для соперника было вот, ну, как бы так, жалко, да? Рисовать квадрат. Поэтому вот таким вот образом можно провести интересное время с ребенком и при этом развить определенные важные в наше время навыки. Сегодня мы рассмотрели с вами, как я и обещала, не одну, а три игры. Все эти игры сделаны буквально вот мною перед вами, не используя ничего особенного, кроме листа бумаги и маркеров. Ну, допустим, там еще кубик. Что хочется сказать? Все эти игры, помимо того, что они занимают вашего ребенка и несут такую часть развлекательную, да? Веселительную, скажем так, для ребенка. Они, конечно же, все несут определенную пользу, о которой я уже говорила ранее, да? Во всех этих трех играх очень важно внимание, которого сейчас частенько детям не хватает, да? Определенное внимание, усидчивость. Это все развивается в этих играх. Поэтому я думаю, что на сегодня мы закончим, но я буду очень рада вашим комментариям, очень рада каким-то, допустим, идеям, да? Которые, возможно, появились во время просмотра этого видео и вы хотите ими поделиться, как усовершенствовать эти игры, либо вы знаете еще какие-то игры, которые так же легко создаются, да? И хотите ими поделиться. Мы всегда будем этому рады в наших комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте про наш телеграм-канал, в котором очень много полезной информации. А на этом у меня все. Пока-пока!